коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня разберем такую тему как кредитные плечи риски которые возникают при использовании кредитного плеча а также я расскажу годный лайфхак который применяю для того чтобы не держать на крипто бирже большой депозит при этом входить в позиции достаточным объемом для соблюдения рисков значит но начнем с того что сообществе трейдеров нередко возникают такие нешуточные споры касаемо применения кредитного плеча одни глубоко убеждены что если использовать кредитное плечо то это самый короткий путь к сливу депозита я с этим в корне не согласен и считаю что кредитное плечо не имеет никакого абсолютного значения для рисков если мы риски определяем исходя из размер депозита на не исходя из размера кредитного плеча свою торговую стратегию я строил именно на основываясь на рисках заранее определяем ну по нисходящий до допустимые риски на месяц неделю день и сделку у всех подход разные кто-то торгует несколько дней в неделю кто-то например работает вахтовым методом и торгует две недели в месяц и всего а две недели присутствует на работе то есть здесь все сугубо индивидуально я расскажу как считаю я также расскажу про ребалансировку объема при сделок так как вопросик был как увеличивать объем при приросте либо уменьшать объем позиции при снижении депозита ну и начнем с расчетов я очень люблю excel также рекомендую поиграться с циферками для того чтобы наверное без использования каких-то дополнительных инструментов быстренько это все уме рассчитывать сложного ничего нет абсолютно за исходный депозит берем 1000 долларов допустимый риск на месяц 10 процентов исходя из того что торгуем все недели и месяц длинный то это 5 торговых недель значит в неделю допустимо потерять не более 20 долларов ну и риск на день из расчета в неделю будет два обычных дня подряд и торговли в эту неделю прекращается то есть условия на рынке возможно изменились возможно настроение не такое либо какие-то дела откликают то есть если нет фокуса и происходят убытки постоянные то есть два дня подряд должно быть достаточно для того чтобы понять что то не то и торговлю нужно какое-то время прекратить для того чтобы войти скажем так в колею ну исходя из количества сделок на день тоже риск пересчитывается касаемо ремонт сровки тоже сейчас расскажу например если у нас количество сделок 4 то риск на сделку два с половиной доллара если сделка 1 то риск на сделку равен риску на день касаемо ремонт сровки в случае достижения до предела убытка месячного десятипроцентного мы просто пересчитываем исходный депозит на минус 10 процентов и у нас все волшебным образом также пересчитывается ну и случае прироста десятипроцентного в обратную сторону все происходит то есть с этим проблем не должно быть по идее никаких я бы еще рекомендовал к десяти процентам сделать запасик два три процента на случай непредвиденных ситуаций например если у нас прирост 10 процентов мы увеличиваем объем позиции и после этого получаем там две недели подряд убытков то депозит подрежет и хорошо бы объем позиции также снизить если вот с этим запасиком там двух трех процентам приращивать объем позиции то это можно нивелировать ну и касаемо применения кредитного плеча разберем ситуацию это акции газпрома ситуация следующая что у нас нарисовался лимитный уровень который кто-то хочет разъездить да то есть мы видим ситуацию что цену поджимаю отскоки все меньше и меньше и после того как объем на продажу был выкуплен до раскуплен цена устремилась резко вверх как можно применять кредитное плечо при соблюдении риска на сделку значит исходные данные да то есть у нас уровень 150 208 лимитный 5-минутный таймфрейм на входа 152 11 то есть чуть выше лимитки на 3 копеечки стоп лосс 15 копеек вниз и при данном скажем так расположение стоп лосса и цены входа наш риск в денежном выражении составляет 15 копеек с одной акции если мы определяем риск на сделку в один процент то есть например это единственная сделка которая там единственный до сетап точнее который был на домашке единственная ситуация в которой мы хотим участвовать данный торговый день то риск на сделку равен риску на день например это один процент если у нас складывается такая ситуация что при стопе в 15 копеек и риски 300 рублей нам необходимо взять 2000 бумаг как там это сделать с у нас депозит всего 30000 для этого нам и необходимо кредитное плечо для того чтобы взять 200 2000 акций нам необходим депозит 300000 поэтому кредитное плечо нам необходимо применить 10 бывает ситуации когда стоп еще короче то есть например если уровень стоп лосса в данном случае там от 152 11 уровень 150 208 если мы стоп лосс расположить сразу за уровнем скажем 150 205 то стопик в денежном выражении составит всего 6 копеек а для этого нам необходимо уже 5000 бумаг взять риск у нас так остается 300 рублей и кредитное плечо нам необходимо уже 25 поэтому если мы входим в сделки со стоп лоссом и риск определяем заранее то нам неважно кредитное плечо кредитное плечо это просто способ взять больший объем для того чтобы соблюсти риски то есть например если у нас риск на сделку 300 рублей при депозите 30000 мы не можем взять дорогой акции много потому что нам необходимо много денег да и мы не используем кредитное плечо и всего на 30 тысяч можем взять там 200 акций да чуть меньше то у нас риск остается риск как бы снижается он меньше делается да то есть он остается в пределах допустимого но и профит у нас уменьшается потому что мы можем взять меньшее количество бумаг и обратная ситуация если акция будет дешевая то мы в но при коротком стопе до в допустимый риск сможем взять больше бумаг и тогда у нас может сложиться ситуация что у нас например дешевые акции будет нас будет 105 и тогда у нас убытки будут по 300 рублей а дорогие акции будут закрываться по тейку но при этом прибыль профит будет сильно меньше потому что мы входим в сделку меньшим объемом чем это необходимо для соблюдения рисков надеюсь что с этим проблем быть не должно табличку я надеюсь через telegram канал клуба трейдеров картель отдадут и можете поиграться здесь принципе сложного ничего нет то есть но две важные составляющие это цена и вода то есть цена входа уровень стоп лосса и размер стоп лосса в денежном выражении но и take также не менее трех к одному для соблюдения математики на дистанции ну и ключевую роль играть депозит и риск на сделку то есть если у нас будет риск например не один процент пол процента но мы берем просто меньше объем но точно также укладываемся в допустимый риск на сделку если у нас уровень стоп лосса будет больше то мы соответственно просто меньшее количество бумаг берем и все касаемо применения кредитного плеча при торговле криптовалютами частности фьючерсами да и тот самый годный лайфхак значит я не держу я торгую через binance и не держу на binance весь депозит одержу только недельный риск и в принципе 20-25 плечей за глаза хватает чтобы открывать там три-четыре позиции в день то есть дробить дневной риск на там и 4 5 сделал 5 прям большая редкость 3 4 принципе довольно таки часто бывает почему 20 плечи 20 плечей достаточно чтобы держать недельный риск на бирже потому что ситуации бывают разные бирже бывают схлопываются и недельный риск принципе допустим потерять страшного ничего нет если кредитные плечи не используйте держать весь депозит на бирже то в принципе кредитные плечи не нужно для того чтобы опять таки в пределах разумного заходить в сделке есть инструмент трейдинг ю расчет коротких и длинных позиций если двойным щелчком провалиться можно задать размер счета размер лота не меняется но нет необходимости менять можно изменить только размер диска например у нас риск на сделку случае если у нас например 4 в четырех сделках мы хотим поучаствовать определяя размер стоп-лосса скажем так у нас убыток в случае стоп-лосса остается неизменный он всегда у нас будет там два с половиной доллара до 10 тысячи но объем позиции будет всегда изменяться то есть если у нас стопе короче то у нас объем увеличивается если у нас стоп больше объем уменьшается но убыток при этом всегда фиксированный поэтому кредитное плечо неважно кредитное плечо есть просто способ взять необходимый объем того или иного инструмента это что касаемо дорогих монеток с дешевыми монетками там все попроще там как правило небольших денег хватает для того чтобы взять необходимый объем но именно кредитное плечо позволяет не держать на бирже большого количества денег до всего депозита для того чтобы заходить адекватным размером в позиции точно так же как если кто-то только начинает либо например форвард теста делаете каких-либо ситуации там тех или иных там 20 25 кредитное плечо и можно скажем так рисковать небольшой копеечкой для того чтобы тестировать те или иные ситуации потому что демо это демо отношение все таки к демо торговли оно такое посредственно мало кто наверное может применять демку в части выполнения всех условий в сделках для того чтобы тестировать какие-то моменты поэтому кредитные плечи есть благо если вы соблюдаете риски на сделку на этом пожалуй все применяйте кредитные плечи с рисками в совокупности не завышайте понятно что если там это плечо использовать то какие-то маломальские резкие движения однопроцентного движения против при проскальзывании будет достаточно чтобы убить всю маржу выделенную на позицию а случае с кросс маржой последствия могут быть еще более печальные поэтому плос допустимый риск и принципе плечо не имеет значения всем спасибо пока пока а